Приветствую всех! С вами Маркелла Борисов. Наверное, соскучились уже. Давно в прямом эфире не было. Еще одна трансляция будет очень короткая. И эта трансляция называется «Бизнесмены-попрошайки». Знаете таких? А бизнесменов-попрошайок очень много легенд ходит в интернете. И эти бизнесмены-попрошайки в каждом посту просят «Приходите к нам в команду! Вступите в самую лучшую команду! Приходите к нам в команду! Приходите к нам в команду!» А вы думаете, это стоит этого делать? Призыв к действию. Приходите к нам в команду. А зачем? Кто вы такие, чтобы я к вам в команду приходил? Ребят, нормально? Я считаю, что это ненормально. Вы даже не объясняете, чем вы занимаетесь. У нас самый крутой проект, у нас самый крутой маркетинг. Приходи к нам в команду, подключайся. И все. Все. На этом заканчивается. Бизнесмены-попрошайки. Перестаньте попрошайничать и подключать к себе в команду нецелевую аудиторию. Нецелевая аудитория – это те люди, которые к вам зарегистрируются и потом скажут «А-а-а, что здесь деньги надо платить?» Да ну и нафиг. Лохотрон, пирамида. Бизнесмены-попрошайки. Послушайте нормальных бизнес-тренеров. Да послушайте того же самого Артема Нестеренко вебинары. Да и фиг с ним на эту ошибку. Я специально с ошибкой написал, наверное, чтобы привлечь к себе внимание. Бизнесмены-попрошайки. Они существуют, они действуют. Таким образом, что они выпрашивают, чтобы к ним зарегистрировались какой-то проект. Они спамят в личные сообщения. Подключись в проект. Мне уже с утра кучу сообщений прислали взаимопиар там какого-то канала YouTube. Ребята, взаимопиар, взаимокомментарии, взаимолайки. Уже в соцсетях они как таковые уже не работают. Люди в сути не поймут тогда ха-ха. Да мне поймут люди в сути, не поймут. Кто хочет понять суть, посмотрит это видео и поймут, о чем разговор идет. Напишите, Юля, если вы самая умная, напишите мне, пожалуйста, какая ошибка в названии этой трансляции. Вы тоже бизнесмен-попрошайка? Или как? От меня уже сегодня отписались несколько человек, которых я вывел на чистую воду. Одного ночью вывел, вторую только что вот совсем недавно. Попрошайничаю. Приходите, у нас все круто. И на этом все заканчивается. Чем занимается? Зачем занимается? Какая польза от них другим людям? Непонятно. Пропущена буква С. Бизнесмены. Бизнесмены. Попрошайки, знаете, таких. А, ну, хорошо, хорошо. После трансляции. После трансляции справлю. Есть там такое. Бывает такое, бывает, да, Юля. Просто сейчас вот на эмоциях с мобильного телефона, возможно, пропустил эту букву, но на эмоциях я хочу объяснить, как правильно, как правильно работать в социальных сетях. Не надо попрошайничать. Делайте добрые дела, помогайте людям, и тогда у вас все начнет получаться. Если вы начинаете выпрашивать лайки, если вы начинаете выпрашивать комментарии, если вы начинаете выпрашивать что-то, вступить в вашу команду и не объясняете, для чего это делать. Ну, извините, это уже тяжелый случай, это даже хуже, чем делать ошибки в словах бизнесмены. Бывает такое. Можем еще пообщаться, но буквально какие-то 2-3-4 минуты. Больше у меня времени нет, буквально скоро ухожу на день рождения и буду там отмечать, отмечать, загорать. На улице жарко, башка ничего не соображает. Возможно, из-за этого ошибку и допустил слово бизнесмен. Ладно, надо не попрошайничать, а делиться инфой и ни в коем случае не уговаривать. Вот, Юлия, вы смотрите, вы правильные слова говорите. Вы правильные слова говорите. Елена, вот вам ответили на ваш вопрос. Надо не попрошайничать, а делиться инфой и ни в коем случае не уговаривать. То есть, Юлия ответила на ваш вопрос. То есть, поделившись инфой, полезной инфой, смотрите, как вам объяснить, вот у меня здесь мышь компьютерная лежит, полезная вещь, как вы думаете, компьютерная мышь, полезная вещь, она беспроводная, сюда можно ставить батарейки, и при помощи прибора, который вставите в компьютер, и при помощи этой мыши вы можете зарабатывать деньги Все, информация подана, кому интересно, тот обратится и спросит, где я эту мышь купил Все, не в личку, а на своей стене Конечно, не в личку Меня вот иногда, знаете, поражает, раздражает, ну уже ничего не раздражает, я не удивляю, потому что некоторые люди их так обучают, то есть их так обучают работать Лучше проводная батарейка деньги жрет, да и фиг с ними на эти батарейки Лучше быть полезным людям и давать какую-то полезную информацию, которая будет им полезна в своей жизни То есть я много объясняю, как приглашать, не приглашаю, я ни одному человеку не написал в личку приглашение То есть ко мне добавляются друзья, я то есть со своей стороны, я что должен включить робота и говорит Привет, Вася, я работаю в проекте в таком-то, приходи, подключайся ко мне Нет, да нет Если этот Вася подключался ко мне, он просмотрит мою страницу, задаст мне вопросы Первым Никогда не стучитесь в личку к людям Никогда не стучитесь в личку к людям первые Не становитесь попрошайками Это не про Кати Это уже не Кати Это как реклама с телевизора Когда, представьте, вы смотрите интересный фильм, а тут же прерывается Вам дают рекламу памперсов, вам дают рекламу сникерсов, вам дают до вас раздражать Это начинает А если вместо батарейки поставить аккумулятор, то очень выгодно, попробуйте Просто это бесплатный способ рекламы Но самое обидное, что они не копируют, а даже сами посты не пишут, обзоры не снимают Да, Юля, да, есть и такое А их этому не учат Им сказали, заходите к нам в проект Мы вам дадим супер разработанных роботов Супер разработанных роботов, которые будут спамить в личку тем, кто будет добавляться к вам, друзья Вот и все Да ладно, что вы за ошибки за эти зацепили Все мы делаем ошибки и ошибки Самая главная ошибка, наверное, в жизни указывать, не указывать на эти ошибки Может посмеяться, закрыть глаза, да Не нужно выглядеть умным в каких-то глазах Пускай я буду в ваших глазах там дурачком, там еще кем-то Но я буду зарабатывать деньги в интернете, я буду заниматься сетевым и мне это нравится Если вам это не нравится, соответственно, вам это не нравится и вы никогда не получите удовольствие от этого дела То есть будьте полезным людям Расскажите, какая мышь полезна Вот какая батарейка, какой аккумулятор туда можно вставить, чтобы он был полезен То есть бизнес бизнесом, но мы все живые люди Расскажите, как у вас на улице классно Начните даже вот с этого То есть у меня бизнес, я захожу в ленту, а у меня там сплошной бизнес Бизнесовый бизнес, класс, класс Заходи к нам, заходи к нам, заходи к нам, заходи к нам Присоединяйся к нам А зачем? Уловил смысл бизнесмены Да, 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 Милана, бизнесмены Вот как зацепило Слушайте, я знаю одну историю Которая продвигалась в социальных сетях Когда люди специально в слове деньги делали ошибку Специально Денежки писали Денюжку Там с ошибкой Знаете, какой охват постов Вот это слово неправильное написанное приносило Это вообще, попробуйте, кстати Попробуйте написать такой пост С ошибкой Либо провести такой комментарий Знаете, какой охват получите? Живой охват Живой, да, это фишка такая вот Такая фишка То есть иногда Меня притягивают такие сообщения Которые пишут Люди заходят в бизнес То есть не в бизнес, а просто на рекламную площадку И начинают Приглашаю в бизнес Когда вебинар пишут через Е Кстати, как правильно Вебинар через Е Или через Э Кто знает, как правильно Вроде как есть батарейки, которые заряжаются с USB Да, есть батарейки, которые заряжаются с USB Релизонет Есть даже мышки Которые не надо заряжать Просто коврик подключаешь через USB И этой мышкой можешь управлять Ну вот такая трансляция получалась Пойду исправлять свою Халатную ошибку В слове бизнесмены Приходите еще на трансляции Со мной Достаточно интересно Никого никуда не приглашаю Просто подписывайтесь на страницу И будем общаться Вот Спасибо, Релизонет Вебинар от слова веб А некоторые пишут через букву Е Э Как экскаватор Все Спасибо Спасибо всем большое Вы очень хорошие люди И всех благодарю, кто присутствовал на этой трансляции Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...